Гродно – это наша страна, наша земля, наш город. Ни миллиметра мы никому здесь ничего не отдадим. Но если кому-то плохо, сложно здесь, так мы же никого не держим. Жаль, конечно, что некоторые уезжают, но мы никого не держим. Но я помню, бывший мэр Гродно ехали в автомобиле пару лет назад. Я говорю, ну вот люди у тебя уезжают, что-то тут не так. Он говорит, Александр Иванович, уезжать-то они уезжают. А вот дословно, зубок вылечить, они к нам едут. Там дороговато. Но я должен вам сказать, что мы урегулируем сейчас этот вопрос. Не глядя там на президентские выборы, электоральную кампанию, мы урегулируем. Потому что вы должны понимать, что они зубок приезжают сюда по дешевке лечить и прочие болезни за ваш счет. Налоги-то вы платите, как физическое лицо. И предприятия ваши тоже платят налоги. Они приезжают по дешевке подлечиться. И вот с министром мы только что говорили по поводу здравоохранения. Может кому-то здесь не понравится, я все слышу. Там полторы единицы не хватает врачей, там медсестры не хватает и прочее. Хочу врачам сказать уже сегодня публично. Мы пережили с вами так называемую пандемию, которая вылилась в коронапсихоз. Что-то с ума не посходили. Мы прошли ее достойно. Вот человек стоит, который был рядом, когда мы рванули. Единственное в мире мы пошли этим путем. Плохо, хорошо, но сегодня вывод один. Если бы мы этим путем не пошли, нас бы не существовало. Нас бы не было. Мы не разбрасывали деньги с вертолета, потому что их не было реальных. А печатать, напечатаешь, завтра никому белорусские рубли наши не нужны. Это же не доллары, они там печатают по всему миру. Расходится, инфляция все съедает. Они воюют и неплохо живут. Мы еще не достигли такого качества белорусского рубля. И, наверное, не достигнем. Нет той мощи, нет исторического такого прошлого и так далее. Мы пошли своеобразным путем. Мы сейчас видим, что мы не ошиблись, что мы правильно пошли. 90% здесь стоящих тогда меня не поддерживали, не понимали. Ну, это ваше право, ваше дело. А мне надо было делать. А он шел рядом и выполнял то, что надо было сделать. Поэтому мы шли своим путем. Я говорю, надо врачам помочь. Трудную минуту работают, боятся там и так далее. Пойдем с тобой по палатам, по реанимациям и так далее. И новый министр пришел. Ходили мы, показывали людям, что мы не в стороне. Он предложил доплаты. Вот он сегодня признался. Он не ожидал, я ему в два раза увеличил. Давайте врачам дадим. Ну, а потом же, знаете, люди такие, вот, Александр Ильич, вы тут платили, а сейчас пандемия закончится. Уже врачи не рады были, что в пандемию уходит. Я говорю, ладно, оставим это врачам, то, что мы им отдавали в пандемию. Продолжение следует...